О мусульмане! Наш пророк, саллилаху алихи вассалям, очень четко и детально объяснил события, происходящие в жизни каждого человека перед самой смертью, а также тот путь, который проходит душа, испытывая феномен смерти. Самые первые признаки смерти – это, как сказал пророк, саллилаху алихи вассалям, Саккаратульмаут. Аллах также упоминает об этом в Куране. Саккаратульмаут означает предсмертные муки, мучения перед смертью. Эти слова обозначают определенный вид страданий и боли, нечто невыносимое. Наш пророк, саллилаху алихи вассалям, сам страдал от этого, перед тем, как уйти из жизни. Аиша, да будет доволен ее, Аллах, поведала, что когда она вошла в комнату, он беспокойно метался и ворочался в своей кровати, при этом он сильно потел. Вытирая под солба, он сказал, поистине, это и есть предсмертные муки. И эти муки совсем не означают какое-то зло. Наш пророк, саллилаху алихи вассалям, страдал от них, но они всего лишь предвестники скорого прихода ангела смерти. И вот ангел смерти приходит. Человек видит его. Наш пророк, саллилаху алихи вассалям, сказал нам, что будет миллисекунда, когда вы, будучи еще живыми, увидите перед собой ангела смерти. Вы еще неотъемлемая часть этого мира, вы все еще частицы Дуньи, но ангел смерти уже там. И только вы видите его. Аллах, субхану али, упоминает об этом в Коране. Это то, от чего вы убегали. Аллах говорит, вы пытались отрицать это, игнорировать, забыть. Затем Аллах говорит. Сегодня, когда вы увидите ангела смерти, мы поднимем завесу, и вы увидите настоящий мир, следующую жизнь. И сегодня ваше зрение будет как Аль-Хадид. Здесь означает очень четкое. И вы увидите все. И когда вы увидите ангела смерти, и все еще будете на этой земле, пророк, саллилаху алихи вассалям, говорит, вот этот момент, когда тауба будет отрезана. Покаяние не будет приниматься с момента, когда вы увидите ангела смерти. Вот когда раскаяние и вся надежда на спасение закончатся, и если вы не были праведным до этого, то теперь вы таким уже не станете. И этот ангел смерти заберет вашу душу. И пророк, саллилаху алихи вассалям, говорил, когда руха, душа, покидает тело, взгляд, провожает ее. Достоверный хадис из Муснада, имама Ахмада. Когда душа покидает тело, глаза смотрят ей вслед. Пророк, саллилаху алихи вассалям, говорит, поэтому у каждого мертвого человека глаза направлены вверх. Это явление знакомо нам из реальной жизни. У каждого умирающего человека глаза направлены прямо вверх. Почему? Потому что Аллах позволил нам, человеческим существам, увидеть свой рух. Мы видим нашу собственную душу, когда она покидает тело. Мы видим, как она поднимается вверх, наши глаза смотрят ей вслед, когда смерть приходит к нам. И это реальность, которую мы видим вокруг. И процесс смерти праведного человека и человека злого, грешного отличаются друг от друга. Праведная смерть будет не такой, как у человека, который был нечестив. Наш пророк, саллилаху алихи вассалям, сказал, что для му'мина, верующего, когда приходит время его смерти, ангелы смерти приходят к нему со всей своей свитой, с целой встречающей делегацией. И Аллах говорит об этом в Куране. К тем, кто сказал, Аллах наш Господь, и были тверды в этом. К ним спустятся все ангелы, тысячи и тысячи. И пророк, саллилаху алихи вассалям, сказал, этих ангелов будет так много, насколько будет хватать глаз. У них будут светящиеся покоем и комфортом лица. И человек, видя это в самую последнюю миллисекунду жизни, испытывает страх. Каждый будет в страхе ожидать, что же скажут ангелы в этот момент. Не беспокойтесь и не бойтесь. Не волнуйтесь о своем будущем и не бойтесь за семьи и детей, которых вы оставляете. Мы твои защитники. Мы позаботимся о тебе в этом мире и в следующем. Мы позаботимся и о твоей семье, и о тебе. Это то, что произойдет с верующими. То, что они увидят на всем расстоянии взгляда. Прекрасные ангелы успокаивают, утешают их. И затем, как сказал пророк, алейхи саллилаху алихи вассалям, душа верующего покинет тело, как вода выливается из кувшина. Взгляните, как красиво льется вода. Душа выйдет легко, красиво. Пророк, саллилаху алихи вассалям, сказал, ангелы будут обращаться с душой с невероятной мягкостью и заботой. И с собой они принесут райский саван, райские цветы и благовония. Они завернут душу в эти благоухания и саваны с джанна. Они поднимут ее с величайшей аккуратностью. И откроются врата рая, и душа вознесется к Аллаху, Субхану Аталя. И Аллах скажет, Впишите имя моего раба в самые высшие списки, в списки праведных людей. И затем Аллах скажет душе, возвращайся на землю и покойся до поры. Затем душа спускается обратно и покоится в этой земле. Кроме души шахида, который в качестве награды будет позволено остаться летать в раю. Но остальные души спускаются вниз и покоятся в этой земле. И как только они возвращаются на землю, к ним приходят два ангела, Мункар и Накир. И эти два ангела зададут каждому три простых вопроса. Кто твой Господь? Какая твоя религия? И что ты говорил об этом человеке, имея в виду пророка Мухаммада, Кому ты поклонялся? Кто твой Господь? Каков был твой образ жизни? Как ты прожил свою жизнь? Как ты относился к сумме нашего пророка, алейхиссаляту вассалям? Ты принял ее или отклонил? На эти три вопроса, братья и сестры, нельзя ответить теоретически. Если ты знаешь, что ответить, но не следовал этому, то не сможешь ответить. Это не просто теория, это действительность. Как вы прожили свою жизнь? Не то, что ты сказал, было твоей религией. Какая на самом деле была твоя жизненная философия? Что ты делал со своей жизнью? На самом ли деле ты жил в соответствии с исламом или нет? Это вопрос, на который нельзя ответить, теоретизируя, только так, как было на самом деле. Аллах говорит в Куране. Способность ответить на этот вопрос будет дана верующему только с дозволения Аллаха. Нужно благословение Аллаха, иначе не ответить. В этом мире и в мире вечном Аллах даст вам это разрешение, иначе у вас его не будет. И противоположная ситуация с тем, кто грешный, кто кафир, кто фаджр. Пророк, саляллаху алейху ассалям, поведал нам и его историю. Он сказал, что касается того, кто был злом, кто был отъявленным грешником, затем душа выходит. Эта миллисекунда для них длится вечность. Это другой мир. Они видят ангела. Они также видят ангелов наказания. И прямо там и тогда Аллах говорит в Куране. Те, кого схватили ангелы, начнут истязать себя. Как только они увидят ангелов, то начнут оправдываться. Мы не делали ничего плохого, мы не виноваты. И Аллах говорит, Аллах знает, что ты делал. Они оправдываются дальше. Они скажут, мы подвергались гонениям в этом мире, у нас не было роскоши, свободы, чтобы поклоняться Аллаху. И Аллах говорит в Куране. Если ты подвергался гонениям в одном месте, не мог там поклоняться Аллаху, почему ты не мог отправиться куда-нибудь еще? Ты что, был обязан жить там? И это означает, что нет оправдания тому, чтобы не поклоняться Аллаху. Никто не может контролировать твое сердце и то, что происходит в твоем доме. И если ты не можешь поклоняться Аллаху в одном месте, тебе нужно отправиться в другое. Смысл в том, что тот человек попытается оправдаться, но все это будет бесполезно. Пророк, саллиллаху алейхиусалям, сказал, его душа будет извлечена. И послушайте, какой он дал пример. Как мокрая вата цепляется с зубьями железного гребня. Представьте, сырая вата вытягивается железной расческой. Его душа не хочет покидать тело. Его душа сражается, пытается остаться, но она не может быть сильнее ангелов. И в этом уже будет наказание. Уже там и тогда ангелы наказания начнут мучить этого человека. Они будут называть его наихудшими именами. Они принесут с собой смрад и ужас адского пламени. И они будут обращаться с ним очень грубо. Все время, пока он будет подниматься к небесам, райские врата захлопнутся перед ним. Аллах говорит в Куране, врата небес будут закрыты для таких людей. Они не войдут в рай, пока верблюд не сможет пройти сквозь игольное ушко. То есть они никогда не войдут в рай. И затем такому человеку скажут. Запишите его имя в моей книге «Списки людей зла». Затем человек будет спущен обратно. И в этом мире начнется наказание могилы. Пророк сказал. Наказание могилы – истина. И пророк, алейхи саляту вассалям, сказал. Я клянусь тем, в чьих руках моя душа. Вы будете, имеется в виду некоторые из вас, будут наказаны и испытаны в могиле. И я слышу звуки этих наказаний. Вы только вдумайтесь. Хадис из сборника имама Ахмада. Если бы я захотел, я бы помолился Аллаху, чтобы вы могли услышать звуки наказания в могиле. Но если бы я так сделал, вы бы перестали закапывать своих мертвых. И если бы вы могли услышать те наказания, вы бы испугались класть своих близких в эту яму. В другом хадисе передается, что пророк сказал. И я никогда в своей жизни не видел. А пророк, саляту вассалям, видел много вещей. Он поднимался в небеса. Он видел наказание ада. Он видел много вещей. И в этом хадисе говорится. Никогда в своей жизни я не видел ничего более ужасного, чем могила. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok